Слава Богу, братья и сестры! Знаете, я могу сказать честно, что я люблю нашу церковь, и могу сказать перед Богом, что для меня это привилегия быть членом этой поместной церкви. И у каждого есть своя история, как он сюда пришел, уникальная, как его, точнее сказать, Бог сюда привел. И я немножко поделюсь своей историей, и о миссионерском труде немножко скажу. Я стал членом этой церкви 10 месяцев после того, как она была основана. Это было 10 апреля 2014 года. Но вообще-то моя история с этой церковью, я сказал бы, началась где-то лет за 15, до того, как она была основана. И когда я однажды пришел сюда на собрание, мои родители уже жили в этой местности, я приехал, я был на собрании, то Бог мне напомнил, что где-то примерно 15 лет до этого, когда я был в другой церкви, и знаете, там были некоторые проблемы, сложности, которые не решались, и для меня было это большое удручение, тяжесть на сердце, вот это все. И Господь мне через пророческое слово сказал, что я тебя приведу однажды в церковь, где ты увидишь вот эту любовь, ты увидишь то настоящее, что ты ищешь. И когда я вот там находился на собрании, Бог мне вот так проговорил, и я посмотрел, и действительно я понял, что вот это та церковь, о которой Господь мне однажды сказал. И для меня, знаете, всегда было важно, братья и сестры, чтобы в церкви служителя, те, которые руководят церковью, были на своем месте. В церкви есть разные люди, там есть, могут быть по местной церкви, и, ну, клеветники там, могут быть бесчинники, да. Разные люди могут быть в церкви разного духовного роста, и это как бы, это нормально. Если они там находятся, и они там растут духовно, и это как бы есть в церкви. Но для меня было важно, чтобы служителя, они правильно вели народ, чтобы у них было правильное видение. И не всегда все получается, как мы хотим, но если люди стремятся, знаете, к правде, к истине, и этого ищут, и правильные цели перед собой стоят, то это очень и очень важно. И в то время в моей жизни две важные у меня были такие темы, или недостатка, который я замечал в своей жизни. Это миссионерский труд, недостаток в нем. И я хотел больше возрастать в любви, как написано в Писании. Это наша самая высокая цель. И я хотел, чтобы больше в этом возрастать в своей жизни. И когда я пришел в этот церковь, то я заметил, что здесь на этом делалось ударение. И я увидел это то место, где я мог возрастать в этом, за что я очень благодарен Господу. И я увидел, знаете, вот эти примеры, даже вот, скажем, любви, которые меня удивили, которые я раньше не видел в руководстве церкви, так скажем, да, и так дальше. И это меня очень так и удивило, и также привлекло меня сюда. И я в своей жизни занимался, можно сказать, всю жизнь свою, с 15 лет я занимался с детьми. Мне это служение легко дается, и мне это всегда нравилось. И я думал, что я дальше в этом буду продолжать. Но как я лично вот вошел в служение миссионерское, уже здесь, по местной церкви, это когда я слышал много раз, как наш епископ, брат Виктор, он стоял за кафедрой и говорил, что нам нужно тюремное служение, нам нужно идти в тюрьму проповедовать. И я никогда этим служением не занимался, не было у меня никакого опыта в нем, но я когда много раз это слышал, и я как-то подошел к другому брату, к Андрею Борисенко, я говорю, давай попробуем, вот, давай начнем это служение. И вот так мы начали, это служение вошли, и в итоге я был координатором в миссионерском отделе, то есть я организовал разные поездки местные, в то время Игорь Маштоляр был ответственный за миссию в церкви, и мы начали посещать местные разные миссии, и тоже, как я, это начиналось, я просто сел на компьютер, я говорю, может, это кому-то поможет тоже, вот, я просто сел на компьютер, я напечатал мишинз или что-то там на гугле, вот, по местной миссии какие есть, и я нашел, что в Миракл Гилл есть такая миссия, и они разные, они разные делают, они работают и с бездомными, и с наркоманами, и с детьми, и я пошел там с ними поговорил, вот, и мне понравилась эта организация, и мы начали работать там с детским домом, вот, первое наше служение такое, какое я помню, поместное, мы покрасили в рэп-центре, у них такое здание небольшое, им надо было покрасить, вот, мы пришли, покрасили, потом мы с ними больше познакомились, и мы по это время работаем с этим рэп-центром, и хочу напомнить для нас, братья и сестры, цель миссионерского отдела, так как у нас миссионерская церковь, и это, как бы, некая основа тоже нашей церкви, чтобы у нас был миссионерский труд, и важно перед собой иметь и видеть цель, и вот именно цель миссионерского отдела заключается в том, чтобы исполнить миссию, которую Христос поручил своей церкви на земле, и она заключается в трех таких пунктах, можно сказать, во-первых, это проповедовать Евангелие, Марка 16, 15, «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Второе – это кормить голодных, поить жаждущих, принимать странников, одевать нагих, посещать больных, посещать в темнице. Это мы читаем Матфея 25, 35-36 стихи. «Ибо я был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». И третье – это поощрять других христиан участвовать в миссионерском деле. Галатам 6, 10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». И поэтому сейчас в миссионерском отделе у нас задействовано 13 ответственных людей. Я являюсь директором, также я ответственный за служение на Ютьюбе и за поездки в Мексику. Виктор Курич у нас заместитель директора, также он ответственный за тюремное служение, за служение Миллзон Виллз, это раздача пищи престарелым инвалидам, и также за кухню бездомным. Сергей Пивоваров у нас ответственный как кассир, также ответственный за принятие странников и за уличное служение. Арсен Масичук, ответственный за поездки в Панаму. Денис Федотов, ответственный также за служение на Ютьюбе, за видео, за фотографии, за сбор финансов и за миссионерский труд за пределами США, такие как в Африке, Гондурас. Юля Курищ, ответственный за служение в детском доме, Люба Чаин, за служение в женском приюте, Рувим Явный, за служение в доме престарелых, Руслан Гуль, за служение в реп-центре, Костя Бондаренко, за физический труд и за уход за женским приютом, Оля Явная, за литературный отдел, Ирина Кубай, за гуманитарную помощь и за наш центр помощи беженцам, Брат Степан Бабшанник, за продукты, которые нам дают за контейнер. И также у нас есть четыре группы, которые готовят обеды для миссий, когда мы посещаем там реп-центр или кухню бездомным, то они готовят и участвуют во всем этом. И хотелось бы поблагодарить, знаете, и ответственных за их труд и самоотверженность в этом всем, и за всех вас, братья и сестры, потому что мы все являемся частью этого труда, и каждый влаживает то, что он может. И есть такая песня, «Труд небольшой, но делали». Знаете, и мы делаем то, что Господь нам дает по силах нашим. Мне запомнились те слова, что однажды брат Виктор сказал и которые я не раз повторял в миссионерском отделе. Это то, что с той силой, какая у тебя есть, иди и делай. Потому что, знаете, собираться силами мы можем никогда не собраться, но то, что нам Господь дает, то, что мы можем, нам нужно идти и делать. И Господь благословляет и благословит. Знаете, есть много очень примеров этому. И я просто очень доволен и рад за все то, что Бог, что Он делал и делает в нашей церкви. Очень простой пример. В прошлое воскресенье, вот мы были в доме престарелых, знаете, и просто наблюдая за этими бабушками, за то, как у них слезы на глазах, и, знаете, они в своей простоте, Рувим, ответственный за этот отдел, у них родился ребенок, еще одна девочка, и вот эти старички, они взяли, устроили такую парти по-английскому, да, они собрали там пищу, все другое, также подарочки принесли для бэйбички, для девочки, и они вот с своей стороны тоже поусердствовали, потому что, знаете, вот с годами вот эта дружба, вот эта взаимная любовь, она возрастает, и слава Господу за это, братья и сестры, что мы вот что-то можем сделать полезного для кого-то. И, знаете, вот для меня один из самых больших комплиментов, которых я слышал, это когда вот один человек в рабцентре, он меня увидел, так его лицо засияло, он подходит ко мне и говорит, знаешь, ты когда зашел к нам, это как будто Христос пришел, вот к нам, и, знаете, вот то, что кто-то во мне смог увидеть Христа, для меня-то вот очень, наверное, самый большой комплимент, братья и сестры, это то, что мы можем сделать. Знаете, он позже мне сказал, говорит, ты знаешь, что ты мой духовный отец? Я говорю, нет, не знаю даже этого. Говорю, когда ты вот проповедовал, то Господь меня очень коснулся, я посвятил свою жизнь для Бога. И, знаете, я просто пришел в рабцентр, я просто говорил Слово Божие, как бы ничего особенного, но Господь чего-то сердце коснулся. И также, братья и сестры, с каждым из нас Господь может использовать для своей славы в миссионерском труде. И пусть Господь каждому даст на это силы и способности. Много отчего нам пришлось пережить. И непростая у нас была история, интересная история. Я сказал бы так, братья и сестры. Нам, например, пришлось однажды три дня, как церковью, поститься и молиться, чтобы Бог защитил нас от епископов. Представляете, такое тоже может быть. Но Господь нас сохранил, Господь нас провел, и Господь нам поручил, братья и сестры, дальше провозглашать истину Господню. И поэтому давайте будем это делать. И когда мы встретимся снова через 10 лет, чтобы праздновать 20-летие с Божьей помощью, чтобы мы могли, смотря на свою историю, сказать, да, вот я потрудился, как я мог, я вот сделал что-то в поместной церкви. И пройдет еще 20 лет, будем праздновать 30-летие, если Бог позволит. И для кого-то пройдет, может, больше времени или меньше, но каждый из нас, братья и сестры, предстанет пред Иисусом Христом. И, дорогая церковь, я хотел бы нам всем пожелать, что когда мы пристанем перед Ним, и когда Господь нашу жизнь оценит здесь, на земле, оценит то, что мы делали, Он мог сказать вот эти слова для нас, которые записаны в Матфея, 25-я глава, 21-й стих. Господин Его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина. Твоего. Добрый и верный раб. Братья и сестры, как прекрасно будет услышать свое имя и вот эти слова. И сегодня, дорогая церковь, я каждому из вас желаю, чтобы услышать эти слова. Добрый и верный раб. Говорится о добром и верном рабе, и говорится о ленивом. Знаете, посредине не говорится. Почему-то. Поэтому давайте определяться. Но добрый и верный раб войдет в радость Господина своего, чего я всем нам желаю. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok